Грецкий орех должен три года сначала сидеть, а с третьего года потом начинает расти. Вокруг деревьев обход делал, и вот эта фигурка наполовину торчит из земли вот так. 20-25 килограмм с такого сорта, с одного дерева. И в прошлом году, и в этом году они скупали его по 250 рублей фасовками, с сеточкой по 1 килограмму, и продают его уже по 350 рублей. На этой грядке как раз-таки уже такой успешный опыт. Если большее количество гектар, то проще. Они получают уже 8 тонн с гектара, у меня волосы на голове дымом. Ну как же так, если они вот так вот плохо растут? Жень, ну вот расскажи, вот это мы подошли, это уже крайний твой опыт по тому, как это должно выглядеть, правильно? Тот сорт, который должен быть. Да, во-первых, по сортам, во-вторых, сама по себе технология выращивания. А то, что мы раньше пытались делать, то, что я видел в других садах, у нас получается, что ко второму году после посадки, это у нас такое деревце, может быть там 2-3 веточки у него. Ну да. То есть люди, как правило, предвзятые отношения такое, что грецкий орех должен 3 года сначала сидеть, а с 3 года потом начинает расти. И таким образом у нас идет отсрочка выгоды, получения выгоды, то есть от сада. То есть 3 года сначала, чтобы он сидел, чтобы потом начал расти только. А где же, когда же получается урожай? При всем при том, что профессионалы в Чили, во Франции, в Соединенных Штатах Америки выращивают грецкий орех и получают уже урожай внушительный с 3 года, то есть 3 год вегетации. И уже отчитываются о том, что у них там 3 тонны с гектара, то есть к 5 году они получают уже 8 тонн с гектара. У меня волосы на голове дымом, ну как же так, если они вот так вот плохо растут? Ну да, если 3 года он должен посеять землю. Вот тот же самый идеал, о котором мы говорили, который был распространен в России в свое время. Он, да, действительно, он быстро загружается, он вырастает вот таким деревцем, начинает загружаться урожаем. Он весь в орехах, но он больше не растет. Он устанавливается в своем развитии и все. И вот это вот маленькое деревце, в котором много орехов. И потом постепенно, постепенно начинает нарастать, но это больной орех, плохой орех, короче говоря, это ужас какой-то. Не тот орех. Да, здесь мы имеем сейчас и технологию отработанную, как дерево заставить, не заставить, а как ему обеспечить условия, оптимальные условия для того, чтобы оно хорошо росло. Во-вторых, выбор сорта. Промышленный сорт, вот сейчас перед нами это американская селекция, тоже это ранний сорт, сорт сер. Очень засухоустойчивый сорт. Сорт с очень большим выходом ядра. Это о чем говорит выход ядра? Это когда мы скорлупу открываем, и какое в навесах взвешиваем, сколько весят скорлупа и сколько весит орех, ядро само. То есть от этого мы считаем, сколько мусора. Если 50 на 50, значит получается, из тонны ореха 500 килограмм будет мусора, 500 килограмм будет ядра. В этом случае будет 40 килограмм мусора, 60 процентов продуктивной ядра. Это сорт, который самый максимальный выход ядра из скорлупы. То есть выход скорлупы очень незначительный, количество на мусоре. Вот это что такое, ты сказал? Это в 2017 году рыхлил около деревьев в приствольную зону, и что-то потом дожди пошли какие-то, все промочило, я приезжаю, вокруг деревьев обход делал, и вот эта фигурка наполовину торчит из земли. Вот я смотрю, что за игрушка. Помыл, отмыл его, а он как раз цвета древесины грецкого ореха. Вот это? Ну да, то есть грецкий орех на срезе, он имеет более светлую часть и более такую темную как бы древесину. Он ценится по родам. Так это грецкий орех? Нет, это камень. Камень? Да, но он в цветах как раз-таки древесины грецкого ореха. И тем более, что видно, что это игрушка как бы рукотворная, какой-то вот как идол какой-то, может быть, просто игрушка детская была. Может быть. А это? Это просто камушек. Подставка. Да, я его назвал ореховый Будда, он мой идол, так скажем. Ничего себе тему. Вот так вот, ребята, и происходит все это, скажем. Вот так вот все у нас. И самое что интересно, Женя находится как раз в том месте, где у меня тут по соседству сколько? 500-600, ну нет, наверное, километр до моих теплиц. Да, представляете? Вот узнаю людей, которые вроде бы мы рядом, соседи, просто я не доезжал до него. Он чуть-чуть дальше. Я туда никогда не ездил, до сюда вернее, для этого поворота. Хотя мы, вспомните, если нет, у меня на канале есть видео, у Юры мы были. Юра, самый первый ролик, вот на этом канале, на Агран России, мы приезжали к Юре в гости и снимали. А Женя по этой же дороге, чуть-чуть дальше справа. Давай по порядку. Это какой год растению, чтобы мы объяснили. У меня рост метр восемьдесят семь, о, метр восемьдесят девять. Чего мне всегда хочется ниже казаться? Ну, это вот трехметровое дерево. Так. Три метра дерева. Это дерево, посаженное два года назад. Это... Второй год плодоношения? Второй год вегетации. Вегетации. Да. То есть его два года назад посадили. Прошлое лето он рос, вырос вот таким. И за этот год вот это полноценное уже дерево развилось. На следующий год у него будет первый год, скажем... Уже вступление в плодоношение. То есть я его уже на следующий год, как вот приписывала нам литература раньше, обрывать все орехи до пятого года, чтобы дерево развивалось. Здесь ничего не нужно будет обрывать. Здесь прекрасно развивающееся дерево, которое на следующий год загрузится урожаем. И весь этот урожай... Какой должен быть? Какая вот в среднем на нем урожайность? Вот если мы по гектару берем, скажем... Скажем, уже с тот... То дерево, которое уже набрало силу. Да. Это, скажем, к восьмому году. Это может быть 20-25 килограмм с такого сорта. С одного дерева. А с гектара? Ну, считаем, если у нас в среднем 200 деревьев на гектар. В среднем. Это, ну, так скажем, для промышленных сортов это очень маленькое... Маленькое количество деревьев на гектар. От 200 до 300 деревьев на гектар. Считаем, если 200 деревьев, по 20 килограмм даже, это 4 тонны. 4 тонны? 4 тонны. 4 тонны, если математику посчитать, то у нас такой орех, скупается ярмарки, и вот все, что вдоль дорог. Скупщики, которые имеют магазины сухофруктов, орехов где-то в Сибири, скупают этот орех 250 рублей за килограмм. 250? 250 – это они закупают оптом. Для перепродажи. 250 рублей, если это 4 тонны, это миллион рублей. Хорошая подспорья, ребят, фундуку. Кто-то может сказать, что 4 тонны – это вот 2 тонны оптимально. Нет, 2 тонны – это когда речь идет о старых сортах, о тех деревьях, которые гигантские раньше росли, которые только на 10-й год начинали плодоносить. Здесь же мы имеем дело с лучшей селекцией, мировой селекцией, которая однозначно, и никто не поспорит, что дерево в 10 лет может дать мешок орехов. Мы видели, вон ведро стоит, и то они все ободрали. Да, это 6-й год вегетации. И причем урожайность в этом году в 3 раза меньше, потому что были обильные дожди во время цветения. Ну, так получилось. Бывает года получше, бывают года похуже. В прошлом году у него была урожайность точно такая же, как в этом году. То есть, а должна была в 3 раза больше быть. Ну, на будущий год он хорошую массу плодовой древесины нарастил. На будущий год он меня удивит, как раз таки уже. Мы на следующий год точно приедем, ребятам покажем. Вот эти вот все результаты. Здесь у нас сейчас вот как свидетельство того, что это дерево уже на будущий год начнет плодоносить обильно. Здесь как раз уже видно вот эта короткая древесина, короткие веточки. Есть длинные ветки, которые вот вегетативные, которые дают, скажем, скелет дерева состоит. А есть древесина короткая. Эта короткая древесина это однозначно, 100% это плодовая древесина, на конце которых будут орехи висеть. Здесь плодовая древесина, здесь плодовая древесина. На этих ветках у промышленных сортов есть такое понятие латеральность. Латеральность – это когда у нас плоды образуются не на короткой древесине, а по длине всей ветви, которая образует скелет. То есть у этого сорта, скажем, 60% латеральности. Вот если посчитать количество почек, здесь почек 30 будет. Из этих 30 почек 20 почек будут с орехами. По 2-3 ореха в одном цветении. То есть вот и получается 20 почек на 30. Это до 40-50 орехов, но можно на ветки на это рассчитывать. На одной ветке, на другой ветке, на третьей ветке. Вот таким вот образом. Ребята, смотрите, здесь это что получается? Это вот чандлер как раз. Это только вот свежайший чандлер, который мы сняли. А вот это вот? Урожай 21 года. То есть 2 года ореху? 2 года хранения ненадлежащих условиях. Просто дома, просто в мешке. Просто в мешке хранится и вот за все время он вот так вот только может потемнеть, да? 2 года, да, 24 месяца после уборки. То есть фактически мы сколько можем сказать он может храниться? Смело 2 года, да? Вот здесь для чистоты эксперимента. Это 3 года. Это орех, который привезен из Кишинева. Тоже чандлер? Урожай 2020 года. Это чандлер, да. Ну он подсыхает, да? То есть он же самый свет, но это 3 года. Свет такой же, да. Это 3 года, немножко подусов, да. Ну он съедобный, можно есть? Я заодно продегустирую. Еще один посмотрим. Ты знаешь, он даже сладкий. Вломился он, хрупкий. Да, он сладкий. Он реально сладкий. Я даже сам первый раз, когда попробовал чандлер, и сразу спросил первый же вопрос. Я говорю, вы что его сахаром поливаете? Медом? Это другой сорт, это сорт песчанский, очень такой довольно-таки известный сорт. Более-таки для холодных регионов, скажем, Воронежской, Белгородской области, прекрасный сорт. Тоже 3 года. Этот орех привезен из Кишинева. Урожай 2020 года. Вот это я зарядился орехом у тебя. То есть оно даже в таком цвете, это то, что мы с вами наблюдаем. Сейчас продается там в пятерочке, 540 рублей за килограмм в скорлупе. Китайский орех, который продается. Цены у нас формируются в основном на орех. Это от мировой цены мы зависим. То есть как цена будет обозначена, скажем, в Соединенных Штатах Америки по итогам уборки урожая. Типа биржи? Да, типа биржи. Они там условно, эта цена примерно всегда одинаковая. Там 2,70 до 3,20 доллара за килограмм в скорлупе. Если в прошлом году была просадка по цене за доллар, и таким образом Китай тоже продавал за доллар. А Китай это у нас основной сейчас поставщик. Китай, Чили. В Чили не урожай, там наводнения были и так далее. То есть из-за этого цена поднимется. Китай этого не упустит, он тоже поднимет цену. А в прошлом году, когда доллар упал, то, естественно, была небольшая просадка по цене. И у тех, кто выращивал грецкий орех Чандер, скажем, в прошлом году, были вопросы, что не хотели поставщики, покупатели, вернее, оптовые покупатели, не хотели брать по 250. Но после Нового года, когда закончился Китайский орех, были массовые звонки из Москвы, дайте любой объем за ту цену, которую назовете. 250-300 вы готовы были отдать, лишь бы объем был большой. То есть на грецкий орех именно здесь такой нюанс, что партия должна быть, именно партия. То есть вот эти вот 300 килограмм тонны, это интересно только тем, кто держит лавочку с сухофруктами. Более вот эти кубанские ярмарки, которые вдоль дорог стоят. Они и в прошлом году, и в этом году, они скупали его по 250 рублей фасовками, сеточкой по 1 килограмму и продают его уже по 350 рублей. То есть здесь перспектива есть в цене, здесь точно не прогадаешь. Все время, как вот какой-то местный орех, который изначально, скажем, еще темнее, да, когда он в свежем виде, это трехлетний орех. А там в свежем виде он еще темнее этого. Ну на него край, там цена 100 рублей, это край, самая большая цена, за который он. Жень, что это вот за грядочка такая? Это экспериментальные у меня посадки именно по опробированию методов прививки, размножения именно саженца. То есть такой, скажем, локальный питомничек, где я отрабатываю методики разной прививки. То есть есть у меня грядочки по одному методу привитые, есть грядочки по другому методу привитые, в разное время привитые. И здесь мы уже сейчас видим с вами на этой грядке как раз-таки уже такой успешный опыт именно зимней прививки для размножения, как вот для посадочного материала. Это как раз-таки вот сорт Чандлер американской селекции, который вот за один год... Ром, а ну иди вот тут покажи ближе. Вот эта тема мне нравится, это как бонсай какой-то. Вот смотрите, ребят, это же правильно я понимаю, ты берешь просто корешок и к нему прививаешь что-то. Да, здесь... Смотрите, отдельный корень, ну ствол отдельно, да, и отдельно что-то к нему привито. Вон, смотрите дальше. Вот здесь хорошо видно. Вот, Ром, сюда поверни. Вот здесь хорошо видно. Это корневая часть, вот видно одного цвета. И здесь след идет, где спайка произошла, где произошло сращивание разных цветов. Это у нас уже сорт как раз-таки Чандлер растет. То есть буквально через месяц он будет выкапываться. И... И куда? Ну, желающих очень много, как бы, вот именно... На частную, это селекцию какую-то залететь? Да, 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 как бы, ну, желание, как бы, у людей сейчас есть, наблюдается то, что, да, действительно, это перспективно. Это, есть огромный потенциал у этого развития, вот, именно по ореховодству, по садам, по выращиванию. То есть, ну, если это принесет за минусом расходов 800 тысяч с гектара, то почему нет? За минус расходом 800 тысяч, это прекрасный результат. Слушай, ну, а вот так вот, если, как говорится, честно, открыто говорить, какие-то... Ну, насколько, вот, вернее, интересен, интересен сад фундука с точки зрения, ну, вот именно бизнеса? Грецкого ореха. Да, да, грецкого ореха. Ну, то есть, математика-то простая. Какие затраты идут вот на один гектар? Это, как мы посчитали, в среднем 200 деревьев на гектар. 200 деревьев на гектар, если смотреть, у нас, наверное, в мировом, если смотреть, одна из самых низких цен на посадочный материал, при всем, при том, что энергозатраты большие на производство и так далее, и так далее. То есть, ценник в среднем на один саженец тысяча рублей. То есть, 200 тысяч саженца? Если смотреть вот так, по мировым ценам ориентироваться, то если Соединенные Штаты Америки там 34 доллара за один саженец, в Европе 16-19 евро за один саженец, ну, в России это получается около 10 евро. То есть, туристский материал мы не считаем, который сюда заходит по 4-5 евро, как бы, ой, долларов. Он дешевый, да, но и производство его там ничего не стоит, как говорится. Это просто шлеп-шлеп, почки нашлепали, ну, из него и не вырастает ничего. Поэтому здесь мы 200 деревьев на гектар, это у нас условно 200 тысяч рублей. Обработка почвы, посадка, ну, какая обработка почвы, по сути. Если почвенные условия позволяют, если земля более-менее рыхлая, водопроницаема, если это не болото, земельный участок выбирается, как бы, по сути, грецкий орех в наших землях, он от Воронежа, от Воронежских черноземов до нашей местности прекрасно растет. Поэтому здесь в дальнейшем, если она не дышит, эта земля, можно проводить мелиорацию, там, внесением гипса и так далее. Она сама собой становится более рыхлая, то есть здесь больших затрат не нужно. По сути, где-то по максимуму, если посчитать, это где-то 300-400 тысяч рублей на гектар. На гектар забраты, да. Да, вместе с установкой забора и... Ну, нет, забор это уже другая, это уже... Забор и скважина, это вот 400 тысяч мы за глаза уложимся на гектар. Опять же, если большее количество гектар, то проще. Скажи, пожалуйста, вижу внизу побелина, это важная опция? Нет, нет, абсолютно нет. Это отслеживание, просто это отслеживание развития всевозможных патологий. То есть я занимаюсь именно, меня интересуют больше всего фитопатологии. Так как я стремлюсь дать именно ту информацию, которая помогает в лечении деревьев, в сопровождении садов для того, чтобы легче можно было деревья содержать, для того, чтобы с болезнями бороться, с вредителями. Я белю штамп, так как у нас у грецкого ореха, если и бывает в основном проблемы, это проблемы, они как раз на штампе возникают. На побеленном дереве очень хорошо видно, когда они возникают. То есть если какое-то пятнышко, что-то где-то, я предпринимаю меры какие-то и записываю себе выводы. Это помогло, это помогло, это не помогло. Поэтому здесь это... Слушай, еще обратил внимание, присутствует везде полив. Это обязательная, да, тема? Это тема обязательная для того, чтобы увеличить урожайность, для того, чтобы получить рост. Бывают случаи, когда нет возможности поливать. То есть есть такие регионы, где у нас соленая вода, где ЕСИ, двоечка, троечка и даже четверка бывает. То есть в такой водичке, конечно же, дерево чахнет, жухнет на листве, получается вот такие черные. Ну, то есть засоление почвы проезжается вот именно в некрозе листьев. А здесь мы доступной водой поливаем. Мы разработали еще, ну, так скажем, я заметил такие природные явления, которые могут этот полив заменить. Здесь мы видим, что под деревом трубка стоит. В нее стеклопластиковая арматура колочена. И вот эта трубка очень интересная. Давай ближе покажем. Что здесь всегда есть вода. Ого! Интересно. Без участия полива круглый год в каждой из них собирается вода. А как глубоко эта трубка забита? Она забита буквально на 30 сантиметров в землю. Там собирается атмосферная влага. За перепады температур. Ничего себе, ты хитрец. На стенках конденсируются капли и постепенно опускаются. Даже в тех садах, где почвы песчанистые, бывает, что этой воды нет, потому что она быстро рассредотачивается. Но здесь на суглинках это хорошо заметно. То есть есть уже положительные отзывы о том, что это работает технология. Люди в Крыму уже пробовали, писали уже, звонили. Это в любом саду можно использовать. Это можно в любом саду использовать. Везде будет атмосферная влага присутствовать. Если нет возможности полива, мы всегда его можем организовать таким способом. Одна, две или три трубки будут. С какой площади имеет смысл закладывать какой-то сад? Для промышленников я считаю, что определенный объем при наших условиях, это вот 50 гектар, это то, что можно справиться промышленникам спокойно. Ввиду того, что там, например, 100-150 гектаров, люди часто не задумываются о побочных затратах на строительство огромных ангаров, цирков для переработки, этого всего пока нет. Нет заводов по переработке, по сушке. Поэтому сейчас на данном этапе лучше, конечно, вот, скажем, стартовать с такого объема. 50 гектаров это для тех, у кого позволяют средства. Для небольших хозяйств, это те люди, за которых я больше всех переживаю, это те обычные люди, которые должны обеспечить свою семью, как говорится, вот в таких непростых условиях. Это тот же самый, скажем, если даже один-два гектара. Ну, имеет смысл один-два, да, Савер? Ну, один гектар, скажем, мы посчитали в 800 тысяч рублей он должен принести. В период, там, до восьмого года это постепенно наращивание идет. Скажем, там, пятый год мы уже прибыль получаем хорошую, шестой год мы уже в плюсе, а к восьмому году мы полностью окупили уже весь проект. Ага. Таким образом, 800 тысяч, если один гектар мы посадили, если человеку 800 тысяч, это 70 тысяч рублей в месяц, если ему это достаточно, то это хорошо, пускай. Если ему будет достаточно 140 тысяч в месяц, тогда это 2 гектара. Если ему нужно будет 200 тысяч, тогда это 3 гектара. Каждый будет исходить из того, что ему нужно. Из своей потребности. Да, из своих потребностей. Кому-то достаточно 40 тысяч, поэтому кто как. Здесь что-то другое я вижу. Это у нас надежда ореховодства по импортозамещению, так скажем. Есть сложности об этом, не надо молчать, что действительно есть сложности в посадочном материале. Самое главное, если мы какие-то другие культуры можем отводками, вегетативно как-то размножать, еще что-то по грецкому ореху, нам нужен генетический банк. Нам нужны почки, черенки. Если это сад уже плодоносящий, если это деревья, которые плодоносят, с них почки брать нельзя. Это деревья для урожая. Для того, чтобы показать, как в этом регионе эти деревья здесь себя чувствуют. Для этого я высаживал эту посадку. А вот эти деревья, в прошлом это были сорта, которые не соответствуют требованиям промышленного ореховодства. Поэтому они были спилены. И благодаря нашему другу поставщику из Молдовы мы завезли эту коллекцию с 12 сортов и сделали здесь маточный черенковый сад. То есть мы скажи, пожалуйста, вообще спилил и что-то сюда пришил к нему? Да, да. А ну, Ром, покажи. Мы спилили и пришили сюда черенки. Видно тебе, Ром? Да. Что тут, смотри. Профессиональных сортов. Вообще, вон, как это называется? На следующий год этого следа даже здесь не останется. Это все зарастет. Это будет уже единым деревом. В прошлом был это один сорт, сейчас это другой сорт. Это надежда ореховодства в России, так как это как раз-таки вот эта вся коллекция лучших сортов. Здесь сейчас размножается. То есть в рядах между деревьями стоят деревья перепривитые. Это все черенки, с которых может начаться именно здешнее российское питомниководство. Эти сорта начнут распространяться по регионам России. И отсюда уже люди где-то локально начнут производить саженцы на своей территории. Кто-то, может быть, организует большой питомник. С этого начнется, как говорится, отсюда дорога открывается для воссоздания этих сортов и для их акклиматизации опять же. Здесь они уже у нас местные. Вот знаешь, Жень, когда общаюсь с такими людьми, как ты, мне за нашу страну аж гордо. Что у нас люди даже вот, ну казалось бы, те от нас закрыли ворота, те закрыли, оттуда не привезти, тут невозможно, тут трудно. И все равно находятся вот такие умельцы, которые, понимаешь, не останавливаются, а берут и действительно, ну вот, что-то экспериментируют, докручивают. Причем, ну, наверняка же нет каких-то вот денег тебе, там, не знаю, субсидий, грантов, какой-то господдержки. Ну, или пользовался за годы работы? Нет, здесь, в этом саду здесь все на чистом энтузиазме. Жена говорит, да куда опять, сколько денег уходит у тебя, что ты там делаешь? Микроскопы покупаешь, какие-то приборы покупаешь, все, что-то скупаешь. С ней это все интересно, я действительно закупаюсь. Иногда бывает, что находятся спонсоры, действительно помогают. То плотномерку, ведь там, дорогущий, там, за 20 тысяч, то микроскоп за 30 тысяч. Вот недавно помогли приобрести. То есть, и все это вот микробиология изучает. А кто эти люди, кто помогает? Кто эти люди? Это как раз зрители канала, так скажем. Серьезно? Да, зрители канала, которые, ну, где-то обратились, позвонили, спросили, как им быть, то есть, посоветовать, спросили, что, как почву подготовить, как с деревом быть. То есть, получили совет и... Как-то решили от себя помочь сделать. Ну, да, как-то вот. Молодцы, ребята. Вам, я уверен, вы посмотрите, вам за это огромный респект. Одному, ну, сколько реально, вот, человеку, там, или одной семье, сколько реально обрабатывать? Какую площадь? Ухаживать за какой площадью реально? У меня есть много друзей. Мы на этой почве ореховодства, большой вот, прям у нас коллектив такой дружный образовался. У меня много друзей, которые... Есть друг, которому 64 года. Мы с ним в отличных отношениях. И прям целый день жена ревнует. 64 года. Да классная другая. Он со своей бабушкой, вдвоем, такого же возраста. 6 гектаров, на ура. Японский мини-трактор, косилочка, почва-фреза, опрыскиватель. Все. Приглашают людей, нет-нет, на уборку. Или разбросать там какое-то удобрение. Ну, тот же самый компост, там, перегной какой-то, разнести под деревья. Все. Два человека приезжают, и не каждый день, через день бывают в саду. Грамотно построена работа. То есть, нет-нет, где-то гербицидник сэкономит физическую нагрузку. Пару раз обработали приствольную зону. Если это позволяет вам морально работать гербицидом, ну, это сильно сэкономит вам физические нагрузки на то, чтобы рыхлить почву в приствольной зоне. Покосы, это, если это более засушливый регион, это 4 покоса в год. Если это более дождливый регион, это может быть 7-8 покосов в год за сезон. Главное не отрастать сильно траве, давайте все. То есть, есть вариант, рядышком у нас, в нашем же районе, 60 гектаров сад. 60 гектаров человек выращивает. Там и миндаль, и фундук, и грецкий орех. Всего по 20 гектаров, условно. У него есть один сторож, который также помогает в работе. И на уборку привлекаются 3-4-5 человек. Все остальное время этот человек садится в 4 часа утра на трактор, на свой япончик. Поехал, где надо порыхлил, где надо опрыскал. И при этом, ну, ходит, как говорится, 2-3 раза в месяц, на двое, на трое суток уезжает куда-то на турбазы, где-то отдыхает, кайфует. То есть, ну, есть время свободное. А другие люди говорят, что 10 гектаров, и я не могу найти людей, там, ла-ла-ла, там, что-то такое. Здесь, на самом деле, на 1 гектар, для того, чтобы, вот самая физически сложная работа, скажем, это рыхление приствольных зон. Если у вас нет стартового капитала для того, чтобы купить там трактор какой-то за миллион рублей, там. Если это маленький участок, до 4 гектаров, обычный пай, там, взяли, скажем, и обрабатываете его мотоблоком, на 1 гектар у меня уходит 2 часа. 2 часа для того, чтобы приствольные зоны обычным мотоблоком 2 часа на гектар. То есть, 8 часов, чтобы 4 гектара обработать. Это несложно и не так трудно. И на покос то же самое, чтобы пройти и покосить даже мотоблоком вручную, как я это делаю, у меня 3-4 часа уходит. Технология сама по себе прививки, зимние прививки, она заключается в том, что 2 года уходит на то, чтобы вырастить однолетний саженец. То есть, от начала до реализации этого саженца ушло 2 года. Сначала росли он дикий подвой. Да, это просто из орешка выращенный, вот за год он вырастает. Ну, важно, чтобы он там сантиметр был в диаметре, там, в корневой шейке, в основании корневой шейки. Потом он выкапывается в зимнем периоде, при определенных условиях, при определенной влажности. В сертификационной камере хранится, сращивается определенная, ну, веточка вот этого сортового, которого не надо, сращивается с этом, с подвоем. И потом высаживается, в течение лета, вот за один год вырастают вот эти вот однолеточки. Это полтора метра. Ну, это прям толстое уже такое дерево. Здесь, в основном, в этой грядке, как бы здесь, маленьких-то мало. И все это, это все, как правильно, чандлер. Да, это чандлер на данный момент. Я обратил внимание, у тебя в основном чандлер. Нет, чандлер здесь нет, здесь, вернее, чандлер здесь, он как авторитет, это потому, что люди больше всего его требуют. Его просят. Да, это эталон, который просят. На сегодняшний день те сорта, которые еще не раскручены, так скажем, но это более молодые сорта американской селекции. Это Тулара сорт 95-го года. Он на 20 лет моложе чандлера. Но это сын чандлера. То есть, это чандлера скрещивали с другими лучшими сортами. Получился сын чандлера. Это тоже один из лучших лидеров мирового ореховодства. Но нужно доказать людям сначала, что он здесь растет, что он здесь хорошо плодоносит, что он не замерзает. Что минус 25, которые будут этой зимой, ему не помеха. Поэтому, как раз-таки, эта коллекция здесь высажена для того, чтобы мы могли вместе наблюдать и увидеть реальную картину. Также здесь есть орехи, деревья сортов с красным ядром. То есть, открываем, а он как рубин. Он красный, он прям... А есть такое? Фотки хотя бы? Фотки есть, да. Скинишь мне, ребят, я вам прикреплю, покажу. Орех с красным ядром. Орех размером с кокос такой, как египетская картошка. Серьезно такое есть? Да. И у тебя фотки есть? Да. Карпатика, взлавываем орех, открываем ядро, достаем, ложим рядом с визиткой, он размером с визиткой. А вес? Ну, вес там под 80 грамм. Ну, то есть, реально огромный орех. То есть, яблоко крупное, рядом орех, они одинаковые. То есть, здесь сорта, как теннисные шарики круглые, красивые, размером 45 миллиметров. Это те деревья, те сорта ореха, которые реально будут просто сметаться на ура. И все это у тебя есть? Да, эта вся коллекция здесь есть. Сейчас она опробируется. Я с удовольствием смогу поделиться посадочным материалом для того, чтобы распространялось это все по нашим регионам. Единственное, нужно, чтобы маточные деревья подросли, дали нам веточки, и я смог привить. Но это начиная уже со следующего года, все эти сорта начнутся размножаться уже. Ну что, ребят, вот вы и посмотрели обе части. Большое вам спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк в описании под видео. Мы оставляем вам контакт Евгения, также ссылку на его YouTube-канал, на тот самый телеграм-канал. Телеграм-тема, где мы с Женей говорили, что существует отдельная тема по ореху, где вы можете консультироваться действительно со специалистами и действительно с ребятами, которые знают о грецком орехе не понаслышке. До скорых встреч. Всем пока.